Произведения самого обширного раздела искусства показали в Наринмаре. К 85-летию Ненецкого округа этнокультурный центр организовал экспозицию декоративно-прикладного творчества. Экспонатами стали изделия местных рукодельниц и мастеров. 2014 год для увлеченных декоративно-прикладным искусством стал плодотворным. На выставку собрали больше 120 совсем недавно изготовленных работ. Среди них предметы с национальным ненецким колоритом. Это разнообразные тучейки, украшения, куклы и даже матрешки. Свои работы на выставке продемонстрировал и Виктор Вылка. Один из немногих мастеров мелкой пластики в Ненецком округе. Здесь у него две серии скульптур из кости оленя – шаманы и ремесла. Главное, чтобы пока начать, я думаю, что со временем эта экспозиция может расшириться. Для начала сделаем небольшой пробный вариант. И думаю, что со временем это увидите. Есть в экспозиции и работы в почти забытых техниках. Одна из них – шарнирная игрушка. Тряпичные мишки и щенки набиты опилками и синтепоном. Все части крепятся на специальные механизмы, отчего конечности игрушки становятся подвижными. А после раскрашены специальной краской. Мне просто хотелось показать, что есть вот такая техника, чтобы люди немножко познакомились. Потому что здесь будут мастера декоративно-прикладного творчества. И здесь мы не только смотрим, но мы еще делимся опытом. Поэтому, чтобы, если кого заинтересует, мог попробовать свои силы или обратиться, например, ко мне за какой-то помощью. На выставку собрали работы со всего округа. Один экспонат приехал в Наринмар из республики Коми. В одном зале удалось собрать труды 63 мастеров декоративно-прикладного искусства. Среди них есть и те, у кого творчеством занимается вся семья. Рукодельницы передают навыки молодым и вспоминают своих творческих предков. У меня дома, в поселке Гангрии, у меня есть еще лукошка такая деревянная. Это еще делал отец моего отца. Я ее хочу когда-нибудь, как не соберусь, перевезти в музей. Выставка к 85-летию Ненинского округа будет работать в этнокультурном центре до конца сентября.